Здравствуйте уважаемые подписчики и посетители моего канала. Многие цветоводы сейчас с удовольствием выращивают у себя дома орхидеи, но порой бывает, что у растения пожелтели листья. Что же делать? Восстановится ли растение? Когда-то орхидея росла только по берегам заросших озер или в горах. Сейчас различные виды орхидных свободно продают в цветочных магазинах и даже в супермаркетах. Но уход за этим красивым цветком нужен достойный, а домашняя орхидея продолжает оставаться капризным растением. И одна из проблем при ее разведении – пожелтение листьев. Почему желтеют листья у орхидеи? Чтобы листья у вашей орхидеи меньше желтели и вообще растение было более устойчивым к разнообразным неблагоприятным факторам, лучше выбирать легкие в содержании сорта. Особенно это касается начинающих цветоводов. Высокой экологичной пластичностью, то есть способностью без труда приспосабливаться к меняющимся условиям, отличается достаточно много видов. Эпифитные орхидеи, дендробиум, фаленопсис, камбрия, котлея, полуэпифиты, башмачки, цимбидиумы. Земляные – каланта одетая, которая расцветает к Новому году и имеет белые цветки с яркой лиловой губой. Чтобы орхидеи чувствовали себя хорошо, нужно знать их циклы роста, покоя, цветения. Учитываются условия, в которых орхидеи растет в дикой природе. Бояться выращивать орхидные не нужно. При правильном режиме полива, подкормки, они будут чувствовать себя замечательно и радовать прелестными цветами. Для выращивания идеально подходят орхидариумы, то есть флорариумы с хорошей вентиляцией и освещением. Но многие виды будут прекрасно расти и на подоконнике. Даже при идеальных, казалось бы, условиях у орхидеи порой желтеют листья. Повод ли это для тревоги? Когда стоит беспокоиться из-за желтых листьев? Сразу паниковать, если у растения начали вянуть и оплодать листья, не нужно. Процесс старения и усыхания листьев нормален для всех растений. Поэтому сигналом будет только внезапное или обильное пожелтение. У каждого из видов орхидеи своя текстура, окрас и продолжительность жизни листа. У одних орхидей лист живет год, у других два или три, у некоторых пять лет. Листья вида Дендробиум нобили сбрасываются каждый год, а порой раз в два года. Процесс происходит во время цветения или сразу после. У ряда сортов этого рода листья увядают в период покоя. Орхидея фаленопсис и некоторые другие монопоидальные виды меняют листья реже. Но раз в году у них происходит отмирание самых нижних, старых листьев, одного или двух. Орхидея каланта сбрасывает листья незадолго до периода отдыха или уже во время него. Начав следующую фазу развития, растения быстро дают новые молодые листочки. Причины опадения и пожелтения листьев у орхидеи. Плохая освещенность. Часто желтеют листья у орхидеи из-за слабого освещения. Орхидным с кожистыми плотными листьями нравится почва с достаточной влажностью и при этом яркий свет. Бывает, что орхидеи не сразу подают признаки недовольства. Нормально растет при низкой освещенности один-два года. А на третьей начинает желтеть и сбрасывать листья. Особенно светолюбивы лилии, котлеи, а также гибриды этих видов. Высокая потребность в освещенности также у сортов Аскоцентрум, Ванда и других. Яркое солнце. Для растений со светло-зеленой нежной листвой переизбыток солнечного света может оказаться и опасным. Такие орхидеи легко вгорают на палящем солнце. У них желтеет степель и листья. Затенение нужно для орхидей мельно-неопсис, башмачков. У этих орхидей на листьях чаще всего пятнистый рисунок. Если на листьях появилась шероховатость, они стали более вялыми. Скорее всего, это признак слишком долгого нахождения на солнце. Листья успели нагреться. В их тканях начался процесс разрушения. Нужно убрать цветок в полутень. Переизбыток удобрений и стимуляторов роста. Чтобы орхидея быстро пошла в рост и затем начала цвести, продавцы ее часто перекармливают удобрениями. Такое растение во время покупки выглядит привлекательно. И даже на следующий год оно может хорошо расти и цвести. Но через 2-3 года внезапно могут появиться признаки истощения. Листья буквально за пару суток пожелтеют и обильно станут опадать. При этом свежая листва появляется не будет очень долго. Пересадка в новую почву здесь не поможет. И все же растение можно привести в здоровое состояние. Хотя времени и терпения для этого понадобится достаточно много. Восстановление пострадавшего растения. Перекормленная стимуляторами орхидея помещается в теплое место, где достаточно света. Первые 14-16 дней никаких удобрений использовать нельзя. Затем 1 раз в 2 недели растение надо начать удобрять. На первый раз используется специализированное удобрение для орхидей, которое необходимо разбавить наполовину. Вторую подкормку делают азотным удобрением, чтобы растение нарастило листовой покров. Азотистые удобрения мешают растению зацвести, приводят к тому, что оно только наращивает свою зеленую массу. В данном случае как раз такой эффект и необходим. Ведь если ослабленное растение зацветет, особенно до появления на стебле первых двух листьев, то это цветение грозит стать для орхидеи последним. Если случайно была дана чрезмерная высокая доза удобрения, нужно подставить горшок под струю воды и тщательно пролить. Следующая подкормка проводится лишь через 4-6 недель. Другие причины. Орхидеи любят влажную почву, но это не значит, что полив можно не контролировать. При чрезмерном количестве воды желтеют бутоны и листва. Еще вреднее, когда растение долго не поливалось, а затем получило большую порцию воды. Воду для орхидных желательно использовать фильтрованную. Причиной пожелтения иногда становятся и другие факторы. Поврежденная из-за тесного горшка корневая система, сухой воздух в комнате, поражение вредителями. Иногда процесс восстановления больной орхидеи занимает 2 и даже 3 года. Только за это время листовой покров приходит в норму. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр!